Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша. Мы озвучиваем Новый Завет. Евангелие от Луки идет сейчас. Это наш трехтомник. 752 страницы в каждом томе. Показать, как он изданный. Вот. Первая страница. Здесь 297 комментариев даю. Ничего не толкует. Место, где говорится о том, чтобы проповедовать. И мы раскрасили Геустава Даре 230 картин Матритума. С толкованием вместе с откровением Иоанна Богослова. И в одном комплекте это вышло впервые за 2000 лет. Обычно в двух книгах издавался Новый Завет с толкованием Блаженного Пефилакта. А здесь даются 297 комментариев. И 430 страниц занимает только откровение Иоанна Богослова. по всем святым отцам. Луки 12 глава с 1 по 3 стих. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим. Берегите закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. «Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Толкование Блаженного Пефилакта. Фарисеи пытались уловить Господа на слове, чтобы отклонить от Него народ. А осталось напротив. Народа сходилось еще больше. Собирались многие тысячи, и каждый так стремился приблизиться к Нему, что друга теснили. Так истина сильна. А ложь везде бессильна. Иисус, зная коварства фарисеев, видя, что они только представляются вопрошающими, а на деле подыскиваются под Него, заговорил ученикам своим о лицемерии фарисеев, без сомнения для того, чтобы обличить их и обнаружить полное лицемерие сердца их. Господь называет лицемеры закваской, потому что оно терпко, полно древней злобой, изменяет и раскрывает собой образ мыслей тех людей, коим оно приразится. Ибо ничто так не изменяет нравов, как лицемерие. Ибо все и слова, и помышления на последнем суде представятся во всей ноготе. 1 Комифином 4.5 Что вы замышляли в темноте, в ваших темных сердцах, желаю уловить меня, то будет услышано и узнанно во свете, ибо я свет. Иоанна 8.12 И вы не можете укрыться от меня, но во мне свете распознается все, что замышляет ваша темнота. И то, что вы порешили между собой на ухо, стало для меня так известно, как бы провозглашаемо было с высоких кровель. Луки 12 глава 4 по 7 стих. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего делать, более сделать. Но скажу вам, кого бояться? Бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Я и говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осари? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Толкование. Вред от тех, которые вредят телу, состоит не во многом. Тело потерпит свойственно ему и в том случае, если они не будут вредить. Но должно бояться того, кто называется не только тело, но и душу, наказывает не только тело, но и душу. Существо бессмертно подвергает бесконечным мучениям и при том в огне. Таким образом Христос обучает друзей своих мужеству духовному, делает их свидетелями и отгоняет от них страх человеческий. Люди, говорит, простирают злобу свое только на тело тленное и конец их козни против нас, смерть плотская. Но когда Бог казнит, тогда они не останавливаются на одной только плоти, но и самая душа несчастная подвергается мучениям. Примечая отсюда, что смерть приводит грешников к казни. Они и здесь наказываются, будучи убиваемы, и там ввергаются в гиену. Ибо умирающие грешники не непременно ввергаются в гиену, но во власти Божьей состоит то, чтобы и прощать, например, ради тех приношений и подаяний, которые бывают по умершим и которые приносят немалую пользу даже тем, кои умирают в чашке грехах. Итак, Бог не безусловно по убиению ввергает в гиену, но имеет власть в вернуть. Будем же и мы непрестанно прилежать к милостыням и молитвам и умилиствовать имя того, кто имеет власть в вернуть, но не пользуется этой властью непременно, а может и прощать. Многие, говорит, думают, что умирающие за истину оставляются Богом, но вы не думайте так. Вы будете умирать не потому, будто бы мной будете оставлены. Ибо если не забыто у Бога ни один из воробьев, которые продаются дешево, тем более не должна быть забыта ваша смерть. 1 Коринфянам 10 глава 13 ст. А часто, когда увижу, кого слабым, я и не попущу ему впасть в искушение. Ибо будучи попечителем и зная все, и имея на счету самые мелочные вещи, я устраиваю каждому приличное и полезное. Если наблюдаешь, то найдешь, что в Писании считается все мужское, достигшее меру возраста и вообще достойное божественного счисления. Исайя 18.21, число 26 глава. Под головой должно разуметь Христоугодную жизнь каждого из верующих, а под волосами ее честнейшее деяние, как коими умерщвляется тело, кои у Бога исчисляются и принимаются в рассуждение. Ибо таковы ваши дела удостаиваются во зрение Божие. Под пятью воробьями некоторые разумеют пять чувств, которые будут, будучи искупаемы двумя осарями, то есть ценой ветхого и новых заветов, не забыты у Бога. Ибо кто свои чувства умеряет и подчиняет разуму, так что они бывают небесполезны для духовного питания, тот не забыт у Бога. Луки 12 глава с 8 по 12 стих Сказываю же вам «Всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует перед Ангелами Божиими, а кто отвергается меня перед человеками, тот отвержен будет перед Ангелами Божиими, и всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощену будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится, когда же приведут вас к синагоге, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Толкование «Кто исповедует веру во мне, тот мной будет признан перед Богом». Сказал «Исповедует во мне, то есть есть при моем содействии и моей силой, и я исповедую его в нем, то есть при его содействии, ибо как мы предварительно нуждаемся в Боге, так как без Него не можем ничего делать, Иоанна 15,5, так и Бог нуждается в нас, ибо если мы не дадим Ему повода, Он и не будет свидетельствовать за нас, а отвергающийся отвергается не силой Божией, «Почему кто скажет хулу на меня, по-видимому своему простого сына человеческого, едящего, пьющего, обращающегося с мытарями и блудницами, тот покается или не покается в своих улей, прощен будет, ибо такому человеку, не веря его в грех, не вменяется, ибо что он видел, располагающего к вере, напротив, чего он не видел достойного хулы, он видел человека, обращающегося с блудницами и говорит хулу на него, а этому грех не вменяется ему, ибо, естественно, он мог подумать, что же за сын Божий тот, кто обращается с блудницами, поэтому того, кто так поступает, а между тем выдает себя за сына Божия, он может поносить и назвать обманщиком, а кто скажет хулу на святого духа, тому не простится, слова эти имеют такое значение, кто, видя божественные знамения и великие необычайные дела, не верует и поносит действия святого духа, приписывая Вильзевулу, тот изрыгая хулу на святого духа и говоря, что знамение сие совершается духом лукавым, а не Божиим, если не раскается, не будет извинен и прощен, когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям и прочее, слабость наша двоякого рода, мы убегаем от исповедания веры или по страху наказаний, или по простоте и неспособности дать ответ в нашей вере, страх наказаний Господь врачевал словами «не бойтесь убивающих тела». Теперь он врачует страх, происходящий от простоты, поскольку немного мудрых по плоти 1 Калифином 1.26 уверовало, а большая часть простых, то он говорит «не бойся необразованный и простец и не заботься как или что отвечать при допросе от властителя или что говорить при другом случае, у тебя будет иной образ речи». Луки 12 глава с 13 по 15 стих «Некто из народа сказал ему «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Толкование «Но поступком этим, без сомнения всех, как тогдашних, так и нынешних слушателей своих, он научает не заботиться ни о чем земном и временном. Не спорите за него с братьями и даже уступать им, если они желают быть иллюзивными, стяжательными, ибо говорит «От взявшего твоего не требуй назад». Луки 6 30 «И искать того, что полезно и необходимо для спасения души». Поэтому присовокупил сии слова «Смотрите, берегитесь любостяжания». Убеждал нас избегать любостяжания как бы какой-нибудь дьявольской ямы. Поэтому апостол Павел называет его «идолослужением» колосином 3.5 «Быть может потому, что оно прилично одним тем, кои не знают Бога, или что исповедливее, потому что идол язычников серебро и золото» Псалом 113-12 стих. «Почитающий серебро и золото подобен идолу-поклонникам, потому что тот и другие поклоняются и воздают почитание одному веществу». Итак, избытка должно бегать. Почему? Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. То есть мера всей жизни не соразмеряется с изобилием имения. Ибо если кто имеет многое, то не значит еще, что он уже и проживет долго. Ибо неизвестно еще, достигнешь ли ты старости, для которой собираешь. А то очевидно, что ныне ты тратишь свою жизнь на приобретение имения. Луки 12 глава 16 по 21 стих. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большее. И соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Толкование. Не в одном местечке, но во всем поле богача был хороший выражай. А он был так бесплоден в милосердии, что прежде чем получил, удерживал уже за собой. И бедняк говорит, что мне делать? Я не имею. И богач говорит, что мне делать? Я не имею. Что же мы получаем от того, что очень много собираем? Спокойствием мы не пользуемся. И очевидно от забот. Разве только собираем множество грехов. Сломай житницы мои и построю больше. А если на будущее лето выражай в поле будет еще более, ты опять сломаешь и опять построишь. И опять построишь? Да. Вот спрашивайте его как бы. Да, да, да. Я так и говорю. И какая нужна ломать и строить? Какая нужна? Да. Утробы нищих вот тебе житницы. Они могут и вместить многое. Они неразрушимы и нетленны. Ибо небесны и божественны, так как питающий бедного питает Бога. Вот еще безумие богача. Хлеб мой и все добро мое. Он не считает их даром от Бога. Ибо в противном случае располагался бы относительно их как представник Божий, а считает их плодом собственных трудов. Все. Вот откуда десятина-то? Да. Ты сначала признаешь, что Бог тебе дал, ты дальше спрашивать не о чем. Струдились двое, я и Бог. Я должен отдать. Все разговоры в ветхом, зайти в новом. Такой же человек зависимый от Бога. Я, говорит, не имею никакого сообщника, не буду ни с кем делиться. Все это добро не Божие, а мое. Поэтому я один буду наслаждаться им, а Бога не приму участником наслаждения им. это явно безумно. Вот оно безумно, ибо ту ночь душу возьмут. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Сам назначает себе долголетнюю жизнь, как будто и долголетие он получил от возделываемой им земли. Неужели это произведение твое? Неужели это добро твое? Ешь, пей, веселись. Прекрасны же блага души. Есть и петь, есть благо души неразумной. Впрочем, поскольку ты и сам имеешь такую душу, то справедливо предлагаешь ей такие блага. Но благо души разумной состоит в том, чтобы уразуметь, рассуждать, увеселяться законом Божиим и благими размышлениями. Для тебя недостает безумный есть и пить. Ты предлагаешь душе своей и следующее затем постыдное и скраденное удовольствие. Скаредное. Скаредное, да. Ибо очевидно, что Господь словом веселись обозначил страсть распутства, которая обыкновенно следует за пресвящением яствами и питьями. Филиппийцам 3.19 и Фессианам 5.18 Но Бог сказал ему не потому, будто бы Бог беседовал с богачом, а слова эти имеют такой смысл, что когда богач так гордо помышлял в себе, тогда Бог сказал ему, ибо это подразумевает притча. Бог называет богача безумным, потому что он в душе своей полагал советы самые безумные, как мы показали. Ибо всякий человек безумен и суетен, как и Давид говорит, суетится человек, и причина этому та, что собирает и не знает кому достанется то. Псалом 38.7 Ибо как не безумен тот, кто не знает, что мера жизни в руках одного Бога, и что никто сам себе не может определить жизни. Страшные ангелы, как бы жестокие сборщики податей, возьмут у тебя душу твою против воли твоей, поскольку ты из любви пожить присвоил себе здешние блага. У праведника не отнимает душу, но он предает ее Богу и Отцу Духов с радостью и весельем и чувствует неприятности при отложении тела, ибо он тело имеет как бы легкую тяжесть. Но грешник, оплотенив душу, сделав ее телом и землей, чрезвещайно линия онной. Поэтому и говорится, что душу возьмут у него какого упорного должника, преданного в руки жестоких сборщиков. Не сказал Господь, я возьму душу у тебя, но возьмут, ибо души праведных в руке Божией. Премудрость 3.1 И поистине от такого ночью возьмут душу, ибо он не имеет озаряющего света Бога познания, но находится в ночи богатства любия и омрачен ей захватывается смертью. Так, кто собирает сокровища для себя, тот по справедливости называется безумным и не успевает привести в исполнение свои намерения, но в самое время составление планов решительно исторгается из среды живых. Но если бы он собирал для бедных и для Бога, с ним не было бы так поступлено. поэтому будем стараться богатеть в Бога, то есть на него уповать, его считать нашим богатством и хранителем богатства хранилищем. Не буду говорить благо мои, но благо Божие. Если же благо Божие, то не будем отчуждать Бога от его благ. Богатеть в Бога значит веровать, что если я все свое отдам и истощу, то и тогда ни в чем необходимом у меня не будет недостатка. Ибо сокровищница моей благ есть Бог. Я творяю и беру что нужно. Луки 12 глава 22 по 26 стих. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть не для тела во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас заботясь может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если малейшего сделать не можете, что заботить себя прочим? Толкование. Простирая учение далее, он не позволяет нам заботиться и о необходимом. Как дьявол, начиная с малых грехов, вергает нас и большие. Господь, разрушая дела его, научает прежде бегать великих грехов, а потом указывает и на начало их. Заповедов нам бережься любостяжание, доходите до корня его, то есть заботы, чтобы и корень пресечь, и говорит, посему говорю вам, тот, кто дал тело, не даст ли и одежду, потом доказывает примеров воронов. На птиц указывает для того, чтобы более высовестить нас. Мог бы он привести пример святых пророков, как то Илью и Моисея, но для большего посрамления указывает на птиц. Прибавляешь ли ты своему росту хотя малейшую часть? Нет, напротив, ты даже истощаешь свое тело, ибо забота сушит. Если же и малейшего не можешь прибавить, что заботишь о прочем? Луки 12 глава 27 по 31 стих Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, то коли паче вас маловеры, и так, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. На и паче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Толкование. Как для лилии красота не необходима, не тем ли сильнейшее свое создание, когда притом для тела наше одеяние необходимо. Что же скажут, повелеваешь нам не возделывать земли? Я не сказал, не возделывайте землю, но не заботьтесь, делать я не возбраняю, а запрещаю беспокоиться, то есть иметь надежду на самих себя. А кто делает и упывает на Бога, тот живет беззаботно. Явно, что он искорняет не значит ли это гоняться за метеорами? Такую-то заботу, как удаляющая нас от Бога или легкомыслие запрещает Господь, сказав, что всего этого ищут люди мира сего, ибо забота не останавливается на необходимом, но, как я сказал, всегда ищет более высокого, почему и называется возношением вверх. Например, мы не имеем хлеба, мы сначала заботимся, откуда бы получить его, но на этом не останавливаемся, а желаем получить хлеб из отличной пшеницы, потом желаем и вина, и при том цвета благовонного, затем желаем и жареного, и при том из дрябчиков или фазанов. Видишь ли, какова забота и легкомыслие, поэтому Господь решительно пресекает онную, ибо этого ищут язычники. Он есть отец, а если отец, как не даст, при том он знает, ибо не не знает, да и вы имеете нужду, ибо это не лишнее, а необходимое. Итак, если он отец, и вы имеете нужду, и он знает, то как не даст, отец, прежде всего ищите царствие Божие, а заботу о житейском, как удаляющем вас от него, отвергнете, и да все сие предастся вам. Видишь ли, каков Бог, если ты ищешь малого, ты делаешь неугодно ему, ибо оскорбляешь его великодоровитость, если ищешь великого, то его получишь, и малое предается тебе, ибо если он увидит, что ты занят исканием царства его, то он всеконечно будет промышлять о тебе в твоих нуждах. Да и мы в своих делах не так ли поступаем? И мы заботимся более о тех, которые всецело предали себя нашему попечению, и бываем к ним так предусмотрительны, как будто бы они сами и не смотрят за собой. Не тем ли паче так говорит Господь. Луки 12 глава 32 по 34 стих. Не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище невершающее, сокровище неоскудивающее на небесах, куда вор не приближается и демоль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Толкование. Господь, желающий быть учениками, его называет малым стадом, или потому, что в мире всем святых весьма мало по причине требуем произвольно нищеты и нестяжательности, или потому, что их меньше, чем ангелов, которых сонмы не имеют числа и несравненно превышают число нас. А что у ангелов гораздо больше, это видность притчи, в которой Господь сказал, что пасторь об одном заблудшем и снова найденном радуется более, нежели 99 незаблудших. Луки 15,7. Ибо отсюда видно, что как единица относится к 99, так и род человеческий к миру ангельскому. не бойся малое стадо, то есть не сомневайся, что Бог будет промышлять о тебе, хотя бы ты сам и не заботился о себе. Почему? Потому что Отец благоволил дать вам царство. Если Он дает царство, то тем более подаст предметы земные. Итак, не думай, что если усвоишь себе нищету, то не будешь промыслителя о тебе. Но продавай имение, давай милостыню и сделай сокровище неистащимым. Потом убеждает нас и непререкаем умозаключениями. Здесь говорит, моль съедает, а на ними нет. Итак, не безумно ли слагать сокровище в таком месте, в котором оно повреждается? Потом, поскольку моль не съедает золото, Он присовокупил, куда вор не приближается. Ибо если моль не съедает золото, то вор похищает его. Потом, поскольку свеже обкрадывает, Он присовокупляет еще большее и совершенно неопровержимое основание. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Пусть говорит, будет и так, что и моль не съест, и вор не подойдет. Но самое порабощение сердца, закопанное в землю сокровищем и повержение в землю богоподобные существа души как достойно наказания и тем ли больше наказание принадлежит тому, кто имеет ум. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если сокровище в земле, то и сердце в ней. Если сокровище на небе, то и сердце на небе. Кто же не изберет лучше быть вверху, чем под землей, быть ангелом, чем кротом, живущим в подземных норах? Хорошо. Все. Субтитры